Программа предназначена к просмотру для лиц старше 12 лет. Хотелось бы спросить по поводу прошлого эпицентра. Я смотрела интервью с НСМ, где он очень сильно жаловался на звук в мае и говорил, что это в принципе единственный недочёт. Какие ещё были, может быть, маленькие недочёты и исправили ли их вы? Ну, если смотреть интервью других людей, которые замечали, в принципе, это самое частое, то, что упоминалось, что у нас было ЦСЦ, которое было вызвано виной оборудования. И, в принципе, создатели этого оборудования обещали исправить всё к вечеру и выпустили фикс только через три месяца. Других каких-то таких недосчётов не было. Я даже наоборот хочу сказать, мы когда встретили команды уже на других турнирах, они все прибегали к нам, это без привлечения, и говорили, ой, как классно, когда следующий турнир будет, мы очень ждём. Наверное, самой кульминацией такого подхода было, когда мы приехали на International, посмотреть на крупнейший турнир по Dota 2, и игроки двух из команд просто подошли к нам и говорили, когда следующий турнир? Мы говорим, ну, подожди, сейчас в следующем году. И в ответ мы спросили, а как здесь? Ну, всё у вас в порядке? Ну, это не эпицентр. И для меня, как для организатора турнира, это, мне кажется, было подтверждение того, что в мае мы сделали хорошую работу. То есть какие-то недостатки... Мы начали турнир вовремя. Это, в принципе, смешно может звучать, но среди киберпортивной индустрии начать турнир вовремя, мы попали в какой-то зал славы из пяти организаторов за последние 15 лет, которые смогли это сделать. Поэтому с точки зрения каких-то технических нареканий, вот больше проблем этого СССР, которая появлялась раз в час 45, строго по расписанию, этого нет, других проблем тоже нет. Отлично. Почему сейчас именно Counter-Strike? Почему именно такая последовательность? И что будет после Counter-Strike? Мы не хотим ассоциироваться только с одной игрой, потому что в мире есть очень много популярных киберпортивных дисциплин. Counter-Strike, Dota 2, League of Legends. С нашей точки зрения Dota 2, она в России гораздо популярнее, чем всё остальное. Мы хотели показать сначала российской аудитории, что вот, мы делаем турнир по самой популярной дисциплине. Сейчас наш взор немножко ушёл на Запад, показать Западу, что мы можем, что мы делаем качественный продакшн, качественный турнир, огромный призовой фонд, сногсшибательная сцена, потрясающие спецэффекты. Вот всё, что ждёт гостей в ВТБ, в Лидовом дворце, оно должно потрясти не только их, но и сотни тысяч людей, которые будут смотреть совсем онлайн. Именно поэтому Counter-Strike был нашей новой игрой, чтобы мы не казались, что только эпицентр по Dota. То есть с точки зрения бренда позиционирование эпицентра это как глобальный киберспортивный праздник, причём не для людей только в России, а для всего мира. Хорошо, я смотрела очень много репортажей с прошлого эпицентра, и меня просто поразила сцена, декорированная сцена, это была какая-то сказка. Скажите, чего нам ждать на этом эпицентре послезавтра? Ждать того, что эффект вау повторится, может быть, в троекратном размере. Мы взяли всё, что было лучшее из Dota 2, со сцены, с продакшена и со всех спецэффектов. Немножко приумножили, адаптировали, потому что Counter-Strike у тебя нет фантастических героев и спеллов, и всех новых... Да-да, то есть у нас есть такой строгий реализм. Террористы, контртеррористы, такая тема, немножко аккуратно нужно с ней играть. Поэтому, скажем так, у нас было меньше карт на руках, но мне кажется, то, что мы приготовили в Ледовый дворец, это будет... Ну, я видел зарисовки, я видел сцену, то есть ха-ха, ха-ха-ха-ха. У меня есть служебное положение, я им пользуюсь. Но да, это будет фантастически. Как оценили, как отреагировали на ваш фестиваль, на ваш проект, на ваши западные коллеги или конкуренты? Мы номинируем сейчас на две премии. Одну мы уже получили, это было EOB, мне кажется, называется 2016. Крупнейшая европейская премия среди организаторов мероприятий различных, то есть не только киберспортивных. Международные жюри, более тысячи заявок. Мы вошли сначала в шорт-лист, в номинации Live Entertainment. То есть у нас осталось шесть человек, то есть включая московский фестиваль Круг Света, BMW следующие 100 лет, глобальнейший проект для известнейшей марки, плюс еще другие довольно сильные номинанты. И могу с радостью сказать, что мы действительно взяли эту победу, первое место в Live Entertainment, третье место в Гран-при среди всех проектов вообще. В принципе, мне кажется, это очень большой шаг для киберспорта вообще быть номинированным на это. То есть я выступал сам на защите этого проекта, у меня было ровно три минуты для того, чтобы рассказать, что такое киберспорт, что они только что видели, почему это очень круто. Мы показали действительно хорошую статистику по просмотрам, 28 миллионов просмотров было вообще у турнира по Dota 2, что является одним из самых высоких показателей. Другие организаторы потихонечку перенимают какие-то вещи, которые мы здесь сделали. Это тоже всегда приятно, заставляет нас двигаться дальше. А в ноябре в Лондоне пройдет eSports Awards. Это чисто киберспортивная премия, где мы тоже номинированы как лучшие мероприятия. Надеюсь, помимо нас там еще выступает и МКТОВИЦ, и International тот же самый. То есть действительно очень сильные, действительно лучшие киберспортивные мероприятия. И нам действительно очень приятно быть в списке этих людей. Надеюсь, что и Counter-Strike тоже сможет как бы попасть в этот список в следующем году. Последний вопрос. Как вы считаете, можно ли в России с нашим необычным менталитетом сделать киберспорт национальной идеей? Например, как там в Корее, в Малайзии? Я не считаю, что у нас какой-то своеобразный менталитет. Каждый раз, когда я про это слышу, все же люди, они примерно интересуются одними и теми же вещами. Если людям нравится компьютерная игра, в которую они играют, у них такие же появляются кумиры, звезды. И для них, вот каждый раз, когда ты объясняешь человеку разницу с киберспортом и спортом, оно это же там не то. Я всегда привожу пример, там, Барселон или Реал Мадрид. У вас есть Месси и Роналдо. Здесь тоже для этих людей растут молодое поколение, есть свои Месси, свои Роналдо. Для них это звезды, им так же приятно смотреть, как они играют. Поэтому многие хотят быть такими же, как они. Сейчас быть киберспортсменом профессиональным, именно вот здесь очень тонкая грань между профессиональным киберспортсменом и человеком, который просто играет в игры. То же самое, как человек, который играет в футбол во дворе, или у него есть цель, он тренируется в спортивной секции и так далее. Он может стать в один момент великой звездой. Здесь так же ты можешь стать киберспортсменом высокого уровня, путешествовать по странам, зарабатывать деньги. Причем не то, чтобы купить себе сникерсы, а действительно обеспечивать себя и свою семью. И, в принципе, это, мне кажется, очень важное достижение, что ты вот киберспортом, тем, что тебе нравится, ты растешь как игрок, и нельзя вырасти как игрок, стать лучшим без уделения внимания физической подготовке, без вообще анализа игры. То есть это не просто бесполезное проведение за компьютером, это работа. И для них это работа. И мне кажется, вернуть, например, своим родителям, то, что вот ты сейчас можешь им помочь, они в тебя вкладывают, и ты в них. Ну, я разговариваю со многими киберспортсменами, им действительно приятно поддерживать, например, уже потом отдавать обратно, достигнув чего-то высокого. У меня к вам еще один такой вопросик назрел. Мы представляем компанию «Гуманоид», и если вы слышали, весь ее прошлый год мы организовывали такой региональный «Гуманоид Сайберспортфестиваль». Я хотела бы вас спросить, как вы относитесь к таким вот региональным поползновениям, что ли, попытками объединить ребят, именно даже не столько из региона, а вот прямо из провинции, чтобы обыскать буквально каждый уголок, чтобы найти вот этих гений. Как вы относитесь к таким проектам? Готовы ли вы с ними сотрудничать в будущем? Исключительно положительно, потому что, мне кажется, неправильная концентрация только на больших городах-миллионниках. Мы с удовольствием пошли и в другой город с другим турниром. Просто на данный момент не было подходящей площадки нигде. То есть конец года, и мы с трудом нашли в ЭТБ «Ледовой дворец», уговорили, попросили, там очень много всего. Мне кажется, такие начинания, мне кажется, английский термин «the grassroots foundation» такой будет, то есть именно в маленьких городах. Это самое важное, потому что люди, которые живут в больших, они меньше переживают об этом. У них есть разные пути. А для людей из маленьких городов это может стать такой вот историей Золушки, может быть, когда вот он попал на ваше маленькое мероприятие, он засветился, его кто-то заметил. И дальше вот этот вот прогресс до Олимпа, до гиперспортивного какого-то. То есть у какой-то этого может поднять огромный кубок, и о нем узнают миллионы. Это же потрясающая возможность. В этом плане киберспорт обгоняет по возможностям обычной. Если мы говорим про футбол, то у тебя должно, чтобы на твою тренировку пришел скаут, и до этого ты должен, чтобы тренер в школе тебя заметил, вообще разрешил тебе тренироваться и так далее. Здесь мы можем отбросить все эти необходимые ступеньки, которые надо пройти, играя онлайн, или заявив себе на онлайн-турнире, в котором ты можешь прийти сам и показать себя, это гораздо проще вот эта возможность куда-то попасть, чего-то достичь. Поэтому мы только поддерживаем с точки зрения сотрудничества. Может быть, это будет не Epic Esports Events, может быть, это будет Федерация Компетентного Спорта России, которая тоже, мне кажется, старается именно развивать регионы в том числе.